Ну что, дамы и господа, всем привет, здравствуйте, с вами снова Константин Калуцкий И сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о скандалах в российском футболе Тем более, что я уже давно сказал, в нашем чемпионате ни дня не проходит без скандала И вот, пожалуйста, очередная неоднозначная ситуация Бывший тренер Спартака Массимо Каррера заявил, что он, в принципе, готов вернуться в Россию И возглавить, в том числе, ЦСКА или Зенит То есть, здесь итальянец, ну, для многих болельщиков, расписался, так скажем, в предательстве В том, что он готов возглавить принципиального соперника своей бывшей команды Ну и давайте попытаемся понять, стоит ли здесь говорить о какой-то зраде, о какой-то измене О том, что Каррера повел себя некрасиво, может быть, либо в этом нет ничего особого Но сперва хотелось бы рассказать вам о новом предложении от моих спонсоров из компании Балтбет Вы можете выиграть 2500 рублей, ничем не рискуя Что нужно сделать? Да всего ничего Нужно пройти по ссылочке в закрепленном комментарии на сайт Балтбет, зарегистрироваться И ввести промокод, который также указан здесь, в закрепленном комментарии Вы получите возможность сделать бесплатную ставку, по которой вы можете выиграть до 2500 рублей Ничем, повторяю, не рискуя В наши кризисные времена бесплатная ставка на вес золота Так что проходите по ссылочке в закрепленном комментарии и получайте фрибет Итак, касательно этической стороны вопроса Лично я считаю, что в этой ситуации не стоит совсем уж докапываться до Массимо Потому что все-таки он не является каким-то, знаете, коренным спартаковцем Который там выступал за красно-белых как футболист Провел не знамо сколько лет в Спартаке как тренер Как тот же самый Олег Романцев, например И после этого внезапно взял, да и решил отправиться в стан принципиального соперника Или там вообще напрямую ушел из Спартака, например, в ССК Что было бы воспринято резко негативно В данном случае мы все-таки говорим об иностранце Который, конечно же, стал своим для нас, для болельщиков российских Для болельщиков Спартака тем более Но все-таки это иностранец Человек извне, как ни крути Для которого все эти наши российские разборки, ну, это, скажем так, вопрос десятый Если уж быть предельно откровенным И к тому же это наставник, который сейчас, ну, все-таки ищет себе работу Я напомню, что последняя его команда, Барри, уволила его И расторгли они с ним контракт И вот сейчас, ну, Каррера сидит без работы, по факту Поэтому для него любая возможность поработать в серьезном клубе Это шанс, это вызов И если действительно появится такой вариант сейчас В нынешней ситуации, в нынешних условиях То, мне кажется, Массиму будет глупцом Если откажется от предложения Зенита или ЦСКА На фоне нынешнего спада в его тренерской карьере Так что здесь, ну, скажем так Отчасти Массиму можно понять Тем более, как сам Каррера отметил В той же самой Италии это не считается чем-то запредельным То есть человек может спокойно поработать в Милане А потом в Интере или наоборот Причем таких случаев, кстати, было дофига Это и нынешний наставник Милана Пьоли Который проработал и в одном миланском клубе И в другом И это тот же самый Леонардо Это тот же самый Тропотони Поэтому здесь катастрофы какой-то, наверное, нет Можно вспомнить человека, который работал в Ювентусе и в Милане, например Ну, тот же самый Фабио Капелло То есть говорить о том, что все Прямо это проклятие на всю жизнь, наверное, не стоит И вообще, как мне кажется В вопросе тренерской работы Такие вот переезды, они воспринимаются как-то попроще И как-то полегче Все-таки, когда футболист приезжает из одной команды в другую Это всегда становится более острым вопросом Потому что у игроков больше выбора Как бы банально это ни звучало У игроков больше шансов где-то устроиться А вот у тренеров У них зачастую нет возможности Например, сразу найти себе новую команду После увольнения из предыдущей Поэтому тренерам, в отличие от футболистов Ну, выбирать не приходится И у тренеров бывают такие случаи Что они там год или два сидят без работы У футболистов такое не может быть в принципе Они всегда найдут себе хоть какую-то команду Чтобы за нее поиграть Поэтому к таким переездам тренеров Всегда и везде относились попроще Чем к переездам футболистов Потому что у тренеров зачастую нет выбора И вот сейчас Опять же, пригласят Массимо В Зенит или в ЦСКА Но опять же, я думаю, здесь даже самые Такие отчаянные и отбитые Простите за выражение фанаты Спартака Поймут, что Каррера не сможет отказаться От этого предложения Как говорят итальянцы Это то самое предложение От которого невозможно отказаться Ну и при этом, знаете, подобные заявления О том, что Массимо готов вернуться в Россию Мне кажется, они все-таки направлены Не в сторону Зенита или ЦСКА Будем откровенны Потому что Массимо Сейчас это не тренер для такой команды Такого уровня и масштаба Массимо не лучшим образом Наверное, отработал в АЕКе греческом Там нельзя сказать, что был полный провал Но тем не менее После этого он оказался в Барри В команде, конечно, легендарный, статусный Там и Антонио Касано играл И много еще футболистов, выдающихся В общем, богатая история Только вот все бы ничего Но Массимо пришел в Барри В тот момент, когда они находились в серии Ц Ну, то есть в третьем по силе дивизионе И понятное дело, что он даже там Не смог показать себя Что говорит о том, что сейчас У него явный спад карьеры После неудачи в серии Ц Сложно претендовать на попадание в ЦСКА Или тот же самый Зенит Даже в нынешние времена Тяжелые для нашего российского чемпионата Скорее всего, Массимо просто обозначил Готовность вернуться в Россию Потому что сейчас В нашей политической обстановке Это уже для многих подвиг То, что они, в принципе, могут Поехать в Россию Возглавить какую-то команду И не кинуть ее на бабки Убежав в самый неподходящий момент И, скорее всего, здесь расчет на то Что условный Ну, опять же Не в том плане, что Гончаренко плохо работает А в том плане, что по масштабу Команда сейчас подойдет Условный Урал Или Оренбург Или еще кто-нибудь Предложит контракт Массимо Ну, либо хотя бы Торпеда там Или кто-нибудь еще То есть здесь Массимо, скорее всего, просто закидывает удочку Ну, то есть мы видим примерно то же самое Что у Меодрага Божевича С его теперь уже легендарным огненным интервью Где он матерился, ругался И рассказывал, какие все вокруг пидорасы А он Д'Артаньян Вот здесь то же самое, но в более вежливой форме В каком смысле, может быть, здесь и та же самая цель преследовалась Как Божевич привлек к себе внимание Своими нецензурными высказываниями Так и здесь Массимо Тоже привлек к себе внимание Тем, что сказал вот такую провокационную вещь Хотя вряд ли сейчас Зенита и ЦСКА вообще заинтересованы В Карелии Но при этом внимание привлек И, может быть, кто-то из президентов российских клубов Подумает, а че нет-то Уволят кого-нибудь очередного наставника Тем более, что у нас увольняют каждые две недели кого-то И вот, пожалуйста, готовый специалист Еще и иностранец Еще и готов у нас работать И, скорее всего, теперь уже за не самые большие деньги В общем-то, лично я ничего не имею против возвращения Массимо То, что он неудачно отработал в серии ЦСКА Это, конечно, озадачило многих Но, опять же, всякое бывает И я считаю, что в российской лиге Массимо, как иностранец Который поэтому уже адаптирован к нашему чемпионату Может оказаться очень даже актуальным вариантом Но, повторяю, не для Зенита или ЦСКА Эти команды, ну, вряд ли заинтересуются Каррерой А вот, условно, там, Урал, Ахмат, например Еще кто-нибудь Или Торпеда Майор Почему бы и нет?